Давайте прислушаемся к советам великого Авиценны. Авиценна или Ибн Сина был одним из самых выдающихся философов Золотого века еще в Средневековье, персидский ученый, философ и врач помогал людям бороться с тяжелыми болезнями. В наше время его наставления и знания в борьбе с коронавирусом также остаются актуальны. Авиценна, столица Хорезма, Турганчик, красивый город. Эй, караванщики, поворачивайте на то! Турганчик, черная смерть, поворачивайте обратно! Отец, это верно? Горе нам, в городе черная смерть, гнев Аллаха! Откуда вы знаете, что это черная смерть, а не другая болезнь? О, сынок, все умирают, Аллах покарал нас! Что такое? Куда вы? В Гурганч. В Гурганч? Что вы делаете? Там черная смерть, все бегут из города. Что же будет в мире, если и врачи станут бегать от болезней? Придется ехать обратно. Да. А что мне делать? Я хочу идти с вами, но не хочу умирать. Поезжайте домой. Эх, недолго пришлось мне быть вашим учеником. Продолжение следует... Прощайте. 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 Выскочтимы? Я же не мог оставить свои вещи. О смерти я совсем не боюсь. Это я сказал просто так. Если ученики станут бросать в беде своих учителей, что же тогда будет в мире? Мудрец. А дворец Сулеймана где находится? На базаре. Он туда повел черную смерть. Черную смерть на базар? Да. И теперь какой-нибудь несчастный купит ее. Какая же это черная смерть? Он ведь повел овцу. Это овца из дома больного. И черная смерть гнездится в ее шерсти. Я пришел к выводу, что все заразные болезни распространяются при помощи мельчайших, невидимых нашему глазу существ. Их великое множество. Есть существа лихорадки, персидского огня, черной смерти и других болезней. Они прилипают ко всему. К волосам, к лицу, к одежде. Вы сказали, они прилипают? Угу. Может быть, они уже прилипли и ко мне? К тебе наверняка. Почему? Да потому что ты боишься, а болезнь ищет трусливых. Доводите во место в район. Кто болезни не боится, того боится болезнь. А кто испугается от одного страха, заболеет и умрет. Как же мне теперь быть? Поднять голову и сказать, черной смерти не подходи ко мне. Эй, черная смерть! Если ты подойдешь сюда, то знай, я вырву все волосы из твоей поганой бороды. Не боюсь, я тебя кляну с красотой всех женщин мира. Ну как? Хорошо. Самый верный способ не заболеть. А теперь нам нужно найти одного человека. Он поможет прогнать черную смерть. Идем. Кто вы? Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейшие беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом, вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай в какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите. Заходите. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Лепешки, горячие лепешки. Кумысь, холодный кумысь. Люди! Не собирайтесь вместе. Черная смерть передается от человека к человеку. Покиньте базар. Пусть торговцы разносят свои товары по домам. Так говорит великий лекарь Ибн Сина. Деньги опускайте в сосуды с уксусом. Эй, люди! Не бойтесь черной смерти. Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватой нос. А во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома. Веселитесь. Черная смерть убегает от музыки и веселья. Люди, слушайте! От одного больного заражаются сто здоровых. Уходите из мечети. Расходитесь. Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть. Так сказал великий Ибн Сина. Расходитесь, правоверные! Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, Всёrun간 бакалё abщице! Изум trail1. Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует...